Здравствуйте друзья ножеманы любители крепких надежных ножей сегодня у нас на обзоре два ножа от cold steel ultimate hunter и свифт что меня заинтересовало в этих ножах почему они здесь и почему их сразу два как мне кажется эти ножи немного выбиваются из линейки cold steel они не страдают таким характерным cold steel гигантизмом не страдает какими-то cold steel эпатажными формами да я понимаю что мы все любим это фирму любим cold steel за эту смелость в дизайне за эту дерзость в размерах ножей но все-таки все-таки конечно чаще всего мы как потребители как пользователи ножей обращаем внимание на более приземленные модели и вот именно эти две модели из линейки cold steel мне показались очень даже рабочими очень даже приземленными специализация этих ножей специализация cold steel ultimate hunter складной скиннер и в этом названии уже есть некая странность потому что насколько я могу судить по каким-то специализациям охотника насколько я могу судить по их потребностям конечно охотник скорее выберет фикс а не складной нож но но сейчас у нас такое время тренда складных ножей наверное к счастью не знаю поэтому складные ножи сейчас делается абсолютно по самым разным специализациям и так это складной скиннер следующий cold steel swift сама фирма никак не декларирует четкую специализацию его поэтому мне пришлось придумывать и я бы назвал его крепкий универсал крепкий надежный универсал тот самый пресловутый универсальный нож который все ищут все нажиманы не спят ночами пытается решить эту задачу и к счастью никто практически не находит своего универсала так вот вот это один из клиентов названия универсальный нож с таким неким уклоном в надежность ттх ультимейт хантер 216 миллиметров свифт 219 миллиметров то есть три миллиметра незначительная разница где есть разница клинок у хантера 89 миллиметров у свифта 102 миллиметра 13 миллиметров разницы и это уже значительно они видны и по соотношению рукояти клинку и видны наверное из-за окончания рукояти то есть свифте эту рукоять не ровно спилена как здесь и поэтому клинок еще более выраженным кажется толщина обуха и там и там три с половиной миллиметра сведение при этом 07 на хантере 085 на свифте хочу сразу сказать что я считаю что мы все очень переоцениваем такую характеристику как сведение ножа наверное кому-то это надо но все таки большинство задач не подразумевает такой экстремальный рез прямо лазерный звонкий рез чтобы чтобы сведение 02 там 01 настолько нам надо было в кухонниках до согласен в таких ножах универсального назначения ножи которые будут покрывать большой круг задач причем не всегда круг задач будет понятен возможно что-то будет очень неожиданно то наверное нам не нужны такие экстремальные сведения поэтому я вполне нормально отношусь сведением 070 85 сталь на этих ножах и там и там cts xhp собственно это и есть тот момент почему в последнее время такой жиотаж вокруг ножей cold steel они перешли на эту крутую сталь сталь действительно по тестам показывают замечательные результаты сталь классная сталь дорогая и это второй момент который бы я хотел затронуть как как и спуски наверное охотники профессиональные промысловики охотники которые не просто даже зарабатывает себе на жизнь а кормятся с этого ремесла из этого увлечения наверное с нас поулыбается когда узнает что мы гонимся за какими-то безумно дорогими современными сталями но мы с вами нажиманы у нас другие критерии и нас всех радуют такие названия как m390 gdp cts xhp мы наверное положа руку на сердце гонимся за какой-то новизной за каким-то прогрессивным чем-то и новым чем за функциональным и это наверное хорошо я не скажу что это плохо обработка клинка что я сразу не сказал по клинку и там и там это разнонаправленный сатин по голомене идет продольный сатин по спускам идет поперечный спуски практически ровные прямые спуски я ставим металлическую линейку конечно хочу сказать что это не идеально прямые спуски некий просвет буквально в полтора волоса человеческого есть но назвать эти спуски вогнутыми я тоже не могу слишком мало это вогнутость практически она такого характера как будто бы это просто какая-то технологическая фича чем специальная вогнутые спуски то есть я бы назвал прямые замок замок один из основных отличий между этими ножами здесь на cold steel hunter это понятный нам триадлок то есть бэклок улучшенный бэклок более надежный я любитель бэклоков меня просто завораживает звук щелчка да это щелчок не даст ни один другой замок здесь этот замок легенький мне очень понравился как он работает свифт тот же самый триадлок работает также легко но нож имеет ассист неожиданно да для ножа с бэклоком с триадлоком нож имеет ассист сам cold steel называет его флеш тег вылетает очень бодро аж так отдает в руку не подготовленный может даже честно говоря выпустить нож из рук но я не думаю что настолько в этом ноже нужен был этот ассист ну про это давайте поговорим чуть чуть дальше рукояти рукояти сделаны с очень толстого g10 прям такой плотный монолитный g10 что неожиданностью для меня стало когда я читал описание этих ножей я везде читал что это будет полированная полированная g10 я ожидал что будет какая-то скользкая такая невнятная в руке как кусочек такого мыла хозяйственного но оказалось что g10 здесь просто поражать своей приятностью и на том и том же как будто бы сделаны по одной и той же технологии с одного куска g10 не могу описать это словами но g10 одновременно и бархатисто такое бархатисто приятное так палец легко скользит но одновременно и цепкая очень очень хорошо вот такая фактура и мне кажется надо код стилом вот запомнить как они это сделали и использовать на многих своих ножах прям невероятно приятно тактильно такая такая фактура никаких стальных лайнеров внутри просто такие два куска g10 и даже при этом ножи чувствуются увесистыми ultimate hunter 120 грамм swift 130 грамм будь там еще остальные лайнеры но это были бы вообще тяжеловесы в сечении плашки g10 не просто прямые а имеет такую выпуклость с двух сторон придает конечно эргономике это большой плюс в руке значительно лучше сидит прям ощущается особенно вот hunter ощущается как такая рукоятка фикса этот грибок очень удобный и вот под пальцевая упор такой ну вот рукоять hunter прям очень похоже на фиксированную нож причем еще хочу сказать что в хантере оказалось неожидностью для меня есть тупьё на клинке такое достаточно развитая чуть-чуть не проточенная здесь и всегда нам кажется что это большой минус что-то недоработка но это тупьё в сочетании с упором создает сейчас попытаюсь взять вам на камеру так да это тот самый любимый многими спаевский чайл палец сюда ложится ему удобно не на остриё не попадает то есть для каких-то таких работ неожиданно удобный хват я не знаю рассчитывал ли так производитель сам или это уже я как любитель спаев туда палец присунул но этот момент в ноже есть и он и он оказался удобен при этом никаких насечек на клинке нет насечки на рукояти для хвата скорее вот такого когда вся ладонь на рукояти тогда палец садится четко на насечке если взять так палец попадает на обувь поэтому вот я и не уверен что это задумка производителя немножко ближе покажу вам нож же 10 такие насечки если это можно так сказать скорее это такие мощные пазы для таких суровых охотничьих рук возможно в перчатках клинок классическая из такой скинерной формы охотничьей так в руке согласитесь похож на такой фикс традиционный охотничий фикс наверное если бы не сказали выбрать одну характеристику ножа я бы сказал что это эргономика не сталь не какой-то конструктив не геометрия клинка не материалы я бы выбрал эргономику если эргономика хантера мне по картинкам было ожидаемо то есть форма такая скажем так традиционная тыльник правильный там загнутым грибок назовем его упор подпальцевый то эргономика свифта мне было непонятно и ну рукоять казалось одной из множеств ножей и счастью я ошибался не побоюсь громких слов но эргономика свифта просто на грани эталонной я не знаю как это произошло случайно ли это особенность ли это моей руки но привод казалось бы какой-то такой не вполне традиционной относительно вычурной форме эти выступы ложатся четко куда надо четко между пальцев и ну эргономика меня прям поразила я наверное считаю это самым неожиданным в этом ноже ну вот такой формы обувь такой скажем прямо свифт сделан больше для широкого круга потребителей то есть такие добавлены немножко дерзости формах немножко больше популярности в гринде сведж этот ну и конечно же ассист оси сделан для того чтобы чтобы мы вечно недовольные чем-то те кто хотят всегда с первом утром и пуговицами остались хоть немножко удивлены что да у колд стила на триадлоки есть ассист ultimate hunter его плюсы крепкий мощный складной фикс плюсы материалы плюсы сталь фактура рукояти качество исполнения все на особенно такую на такой ценник безупречная ну колд стиловская клипса не знаю кому если важно клипсам не клипсы всегда я так в пол уха слушаю характеристику клипс не считают такой важной частью ножа ну клипсы вы по виду видите здесь такая традиционная диска это более вычурная и та и та тугая из минусов хантера основных для меня это все-таки диспропорция клинок рукоять я предполагаю что это сделано намеренно что просто специфика охотничьих работ возможно такая что больше больше длины клинок не нужен для схейнера но просто эстетически я вижу здесь некую диспропорцию это единственный такой минус который бы повлиял наверное на мой выбор свифт все те же самые плюсы что я сказал по хантеру тоже надежность тоже крепость тоже ощущение складного фикса сталь материалы в общем то все похоже из минусов это непонятны мне ассист я бы хотел чтобы вот здесь не было я понимаю логику производителя использовать что-то прогрессивное что-то современное и трендовая в ноже но я наверное в этом ноже буду консерватором и хотел бы иметь здесь просто триадлог просто локбэк мне здесь ассист причем я его вот через раз могу выбрасывать особенно на камеру если ассист этот флэштег можно отсюда безболезненно снять то мой выбор не задумываясь однозначно это свифт не знаю можно ли его снять я этот нож не разбирал то есть он как-то выполнен что металлическая его часть она как стальной лайнер можно так сказать проходит вдоль всей плашки не знаю может быть кто-то разбирал подскажете если его можно снять я бы однозначно выбрал cold steel свифт если его снять нельзя или нельзя снять безболезненно нужно какое-то танцы с бубенцами то мой бы выбор был бы посложнее я бы очень задумался какой нож выбрать вот так на выдохе все что я успел понять пройти ножи я вам рассказал желаю вам почаще поводов для таких сложных ножевых выборов желаю чтобы этих выборов у вас было как можно больше все друзья до свидания